Я все еще нахожусь в поиске идеальной платформы доставки продуктов на дом. Вот здесь вот я вставлю плейлист, который расскажет вам о моем опыте и впечатлениях о доставке продуктов из самоката, Яндекс.Лавки и доставки около. Ну а сегодня, мне кажется, пришло время сделать обзор на одного из сторожил этого направления – Сбермаркет. Ну что, погнали! Сбермаркет Всем привет! Федоров здесь. И сегодня мы вновь заказываем продукты на дом, на этот раз через Сбермаркет. Сбермаркет появился в 2013 году. Девичья фамилия Сбермаркета – Инстамарт. Может быть, кто-то из вас еще помнит о таком сервисе. Помимо Сбера, одним из инвесторов Сбермаркета является Mail.ru Group, который, кстати, также владеет и Delivery Club, опять же, вместе со Сбером. К слову, мне кажется, что в будущем весьма возможно слияние двух этих платформ, учитывая схожесть их направлений, а также общих владельцев. Но об этом, как говорится, мы уже узнаем в следующих сериях. Кстати, как раз из-за общих владельцев заказать Сбермаркет можно не только на сайте и через приложение, но также и через платформу Delivery Club, что крайне удобно. Мне кажется, пришло самое время зайти на сайт SberMarket.ru и посмотреть, что они пишут сами о себе. Как мы видим, доставка платная. Первая доставка, по крайней мере, в Москве стоит 98 рублей. Все последующие заказы будут стоить от 158 рублей. Если же у вас крупногабаритный заказ, вам также придется слегка доплатить. Обратите внимание, что в отличие от других платформ, время работы доставки не круглосуточное. И более того, оно варьируется от города к городу. Скажем, в Москве время работы доставки с 8 утра до часу ночи. То есть, если вы захотите, чтобы вам привезли какие-то товары, скажем, в 7 утра или в 6 утра на завтрак, вы этого сделать не сможете. Ну и напоследок, что касается скорости, Сбермаркет сразу говорит, что доставка занимает несколько часов. Поэтому правильно планируете свое время. Если вы помните, в видео про Яндекс.Лавку я рассказывал, что есть три основных подхода к тому, как доставлять продукты на дом. Яндекс.Лавка и самокат имеют так называемые дарксторы. Большие сети типа Азбуки и Перекрестка имеют свою собственную доставку из своих собственных гипермаркетов. У Сбермаркета же нет ни дарксторов, ни своей собственной сети гипермаркетов. Но зато у них есть огромная сеть партнеров, таких как Метро, Ашан, Лента, Вкусвилл. И заказывая из Сбермаркета, вы можете сделать заказ в любом из этих магазинов-партнеров. Оценивать Сбермаркет, как и остальные доставки, я буду по четырем критериям. Во-первых, это удобство пользования. Во-вторых, это обширность ассортимента. В-третьих, это качество продуктов. Ну и в-четвертых, это скорость и стоимость. Я буду заказывать продукты для того, чтобы приготовить жареную лапшу, а также рамен. Кстати, видео про рамен выйдет уже на следующей неделе. Ну и разумеется, если это видео вам зайдет, я очень хочу вас попросить, не жадничайте и не стесняйтесь. Поставьте лайк, напишите комментарий, ну и разумеется, подпишитесь на мой канал. Будет еще много всего вкусного и интересного. По старой доброй традиции, Сбермаркетом я не пользовался ни разу. Поэтому для начала скачаем его и затем уже будем заказывать. О, смотрите, тут есть промокод, называется NEW10 и дает он 15% в скидке. Ну, наверное, надо было его тогда NEW15 назвать. Вы просто посмотрите, сколько магазинов доставляют до моего дома. Из-за того, что метро находится буквально в 3-4 минутах ходьбы от моего дома, я буду заказывать из Ошана. Обратите внимание, сейчас 3.40, а заказать я смогу только на 6-8 вечера. То есть доставка максимальная будет 4,5 часа. Перейдем к формированию заказа. Хлеб, выпечка? Нет данных. Хлеб и выпечка? Нет данных. Хлеб, запятая выпечка? Нет данных. Хлеб, тост и лаваш? Есть. О, мини-багет. Попробуем, люблю багеты. Закажем лимоны. Один килограмм лимонов у нас будет. Болгарский перец. Ничего не нашлось. Так, а если я пойду, скажем, через овощи? Ну, вот же он. Есть. Почему не находится-то перец болгарский? Свиная грудка. Это, кстати, первый раз, когда я тестирую приложение и нашел грудинку. Давайте, кстати, посмотрим, что про нее написано. Тип продукта, вид мяса, вид продукта, структура, особенности, режим хранения. Хранение, о, даже колораж. Белки, жиры, калорийность, условия хранения, срок хранения. Все это написано. Очень здорово. Знаете, я вообще приятно удивлен, что Сбер, что Самокат, что Яндекс, что Около. В каждом из этих приложениях очень крутые карточки товаров. Мне, как покупателю, все очень понятно и все очень удобно. Малина. На нее, более того, идет скидка. Но, как я понимаю, срок годности у нее до 25 ноября. Рискнем. Первый раз, когда я пользуюсь приложениями по доставке продуктов, я нашел бренд Cheese Gallery. Это тот самый бренд, который я использую абсолютно каждый день для всех моих блюд, которые имеют в составе сыр. Более того, скажем, когда я готовил Mac and Cheese, я также использовал именно этот сыр Cheddar. Миндаль. Офигеть. Короче, заказываю я миндаль. Естественно, это не заслуга, вероятнее всего, Сбермаркета. Скорее всего, это заслуга Ашана. Но все же, вот заказываю я миндаль, он стоит 319 рублей. Если вы помните, Воколо он стоил вообще 409. Так, в принципе, заказ я сформировал. Получилось 3300 рублей. Так же, как и Воколо, здесь есть несколько опций, что делать, если вдруг товар не находится. Во-первых, вам звонят, и если не смогут дозвониться, то сборщик выбирает сам. Вам звонят, и если не получается дозвониться, то товар убирает. Не звонят, и сборщик выбирает сам. Не звонят, убирает отсутствующий товар. Я, пожалуй, выберу, чтобы сборщик сам за меня решил, что я хочу, если вдруг что-то отсутствует. Опция оплата. Карта и онлайн, карта и курьеру и переводом. Да, это куда богаче, чем, скажем, Воколо доставки. Но, опять же, где Apple Pay? Ну, все пользуются Apple Pay, либо Samsung Pay в 2020 году. Ну, ребят, ну, серьезно. Заказ приняли, 3000 рублей. Ожидаем с 6 до 8 вечера. Будем ждать, скоро к вам вернусь. Сейчас, соответственно, около 7 вечера. Продукты приехали. Заказывал я их в 4 часа дня, соответственно, доставочка заняла где-то 3 часа. Поэтому сейчас я быстренько разберу продукты и вернусь к вам. Короче, до меня дошло, почему доставка из Сбермаркета занимает 3 часа. Посмотрите, просто каждый, абсолютно каждый продукт упакован в свой собственный целлофановый пакетик. Эко-активисты, бойтесь, сторонитесь Сбермаркет. Не рекомендую вам здесь заказывать, иначе у вас сердца хватит. Ну, а я, наверное, сейчас разберу каждый из этих пакетиков и еще раз к вам вернусь. Я вот здесь вот ставлю фотографию, я сфоткал, как выглядит моя квартира после доставки Сбермаркета. У меня, короче, пакетов теперь хватит на полгода. Теперь по доставке. Если вы помните, я воспользовался такой функцией, что если вдруг товара нет в наличии, либо же он ненадлежащего качества, то решение остается за курьером. Он сам может решить, хочет ли он товар поменять на товар какого-то другого бренда, либо же исключить его из моего заказа. В принципе, такое как раз таки произошло с двумя продуктами. Во-первых, я заказывал молоко другого бренда. Этот бренд я не знаю, но я вижу, что молоко абсолютно свежее. Соответственно, я делаю выводы, что, скорее всего, тот товар либо закончился, либо был ненадлежащего качества. Ну и, во-вторых, не приехал лук-порей, но ничего страшного, куплю его, значит, где-нибудь в другом магазине. Далее, абсолютно все оставшиеся продукты до меня доехали. Я также был очень приятно удивлен тем, что вот это вот моющее средство, оно было упаковано в отдельный пакет от оставшихся продуктов. Соответственно, я могу не переживать, что оно вдруг протекло на мою, скажем, колбасу или клубнику или куда-либо еще. Еще забавный момент. Я заказал килограмм грудинки. Мне, в принципе, килограмм не нужен был, но это была единственная опция, как я мог ее заказать со Сбермаркета. Выяснилось, когда товар приехал, что это две упаковки. То есть, если вы пойдете сами в магазин, в Ашан, вы сможете взять одну, вам не обязательно брать обе. Однако Сбермаркет заставляет вас покупать именно килограмм. То есть, Сбермаркет заставляет вас покупать большее количество продуктов. Например, посмотрите на мои перцы, либо лимон. Здесь по килограмму каждого. Я не буду есть килограмм перцев, я просто не успею. Они, скорее всего, сгниют. Ну, либо мне нужно готовить какие-нибудь фаршированные перцы в ближайшие несколько дней. То же самое с лимонами. Да, я их люблю, да, я их использую для чая, либо для своей воды. Но, опять же, здесь килограмм лимонов, что мне с ними делать? А других опций у меня не было. Ну, и теперь перейдем к моей самой любимой части. Попробуем продукты на вкус. Если не ошибаюсь, багет в самокате стоил порядка 50 рублей. И тогда ко мне приехал хлеб, наверное, вчерашний, либо позавчерашней давности. Абсолютно не свежий, не горячий и абсолютно невкусный. Этот хлеб стоил 15 рублей. Как я понимаю, это, наверное, местная пекарня в Ашане. Пахнет он свежестью. Мне кажется, что он был приготовлен действительно сегодня. Попробую на вкус. Багет стоит своих денег. Если будете заказывать в Ашане, будь то через Берлибо, просто пойдете в Ашан, обязательно, ни в коем случае не сомневайтесь, покупайте там хлеб. Очень вкусно, честно. Теперь клубника. Выглядит очень даже свеженько. Попробуем на вкус. Ну, если честно, на вкус она весьма безвкусная. То есть, возможно, это связано с тем, что сейчас ноябрь и не сезон, но я бы не покупал такую клубнику второй раз. Так, теперь малина. Ну, честно, вкус, опять же, не супер яркий. Ничего особенного. Ну, и напоследок красная смородина. А вот смородина огонь. Знаете, прям вкус детства, вот когда вы к бабушке на огород ездили копать картошку или еще что-нибудь, а потом вам бабушка давала за хорошую работу смородину. Вот это вот именно то самое. Очень вкусно. Если кто-то переживает, что я ем немытые ягоды, сейчас будет эспумизан, да, реклама? Нет. У меня есть пиалочка. И я на самом деле все ягодки промываю. Так что не переживайте за меня, у меня все будет хорошо. Короче говоря, все, что хотел, я попробовал и посмотрел. Мне кажется, пришло время подвести небольшой итог. Как вы помните, сужу я по четырем критериям. Удобство, ассортимент, качество товара, а также скорость и стоимость. И начнем мы с удобства. На самом деле есть много вещей, которые я бы хотел отметить. Во-первых, мне очень понравилось, что заказать продукты можно и на сайте, и в приложении, и даже с Delivery Club. Это определенный лайк. Что мне также понравилось, что оплачивать вы можете не только через Сбер, но также у вас есть опция оплаты с карточки, а также оплата курьеру и наличными. Это чертовски удобно. Но вот что мне не понравилось, так это, во-первых, то, что отсутствует возможность оплатить с Apple Pay. Ну, камон, ребят, 21 век, ну давайте уже внедрять эти бешеные технологии, да? Ну, а во-вторых, мне не очень понравилось само приложение Сбермаркет. Да, оно весьма интуитивное и удобное, но в то же время, когда я искал, например, хлеб, мне было предложено 4 разные категории с хлебом, каждая из которых была пуста. Поэтому, возможно, с некой придиркой, но я поставлю 4 из 5. Ассортимент. Я считаю, что тот подход, который выбрал для себя Сбермаркет, то есть иметь вместо собственной сети гипермаркетов, иметь большое количество партнеров, он весьма выигрышный. То есть я, как пользователь, я через них могу заказать в Ашане, в Метро и в любом другом магазине, в котором я привык покупать продукты. Поэтому я могу их заказывать именно из того магазина, в котором мне нравится покупать продукты, и именно те бренды, к которым я привык. Что, собственно, и было в данном случае. Да, вот все те бренды, которые я покупал сегодня, это те самые бренды, которые я покупаю на ежедневной основе. Поэтому поставлю 5 из 5. Качество товара. Ну, тут у меня вообще нет никаких комментариев и нарицаний. Молоко свежее, ягоды все свежие, все свежее, зелененькое, красивое, пахнет вкусно. Поэтому 5 из 5. Скорость и стоимость. Что касается стоимости, тут разговор отдельный. Опять же, это специфика Сбермаркета. Вы покупаете из того магазина, из которого вы привыкли покупать. Поэтому, в принципе, за стоимость отвечаете именно вы. Если вы хотите покупать в каком-то дорогом магазине, то и стоимость, соответственно, будет выше. Я заказал продукты в Ашан, что в итоге получилось куда дешевле, чем в Перекрестке. Теперь по скорости. Доставка у меня заняла 3 часа, что, в принципе, по современным меркам, когда у вас есть опции заказать из самоката, либо из Яндекс.Лавки, довольно долго. Поэтому, ну, никак я не могу здесь поставить пятерку. В то же время, Сбермаркет заранее мне сказал о том, когда мне стоит ожидать продуктов. То есть, не было такого, что они сказали, товары приедут через час, а приехали через три. Нет, они сказали, чтобы товары приедут с шести до восьми, и приехали они в семь. И это меня приятно удивило. Поэтому я поставлю 4 из 5. Итого получается 18 из 20. Тут я хотел бы вам напомнить. Обзор не от слова «обзирать», а от слова «обозревать». Я каждое приложение, которое я тестирую, я заказываю через это приложение первый раз в своей жизни. Соответственно, я искренне никогда не знаю, я даже сценарий не особо пишу для этих видео, я искренне не знаю, какой итог получится. И я очень приятно был удивлен своим опытом заказов в Сбермаркете. Я бы, наоборот, хотел, чтобы каждый обзор, который я делаю, получался таким же. И сейчас я могу сказать точно, что Сбермаркетом я буду продолжать пользоваться и дальше. И надеюсь, что в будущем негативных обзоров, как некоторые из моих, будет меньше. Это был последний обзор в 2020 году. Да, я знаю, что есть еще огромное количество различных платформ, которые доставляют продукты на дом. Я знаю обо всех них и обязательно хочу с ними познакомиться. Но это будет уже в 2021. И, разумеется, мы сделаем с вами обзор на Delivery Club. В ближайшие же полтора месяца я хочу сфокусироваться на видеорецептах. Для того, чтобы помочь вам с идеями для вашего новогоднего стола. Также хотел бы отметить, что в следующем выпуске, наконец-то, будет конкурс. Поэтому никуда не уходите. До новых встреч, ребят. И пока.